На сегодняшний день быть верующим человеком, тем более православным христианином, не то чтобы не модно, это даже является поводом для презрения и насмешек со стороны атеистов и агностиков, которые, глядя на нас, говорят с ухмылкой, мол, вон, рабы Божьи, а мы умные, мы не рабы. Слушайте, но даже если рассуждать в таком искаженном понимании слова раб, то уж лучше быть рабом самого Господа Бога, чем рабом собственных амбиций, чужого мнения или земного начальника. Тут одно из двух, если вы не рабы Божьи, значит вы рабы сатаны. Это, конечно же, не так очевидно, вы можете просто сосать сигарету одну за одной, не в силах бросить курить, врать, сплетничать или материться, смысл остается тот же. Вы свое сердце не отдали Богу, значит его забрал сатана. А Бог, Бог самодостаточный, Он не нуждается в рабах, тем более таких, как мы с вами. Представьте, вот я изобрел себе робота и настроил его таким образом, чтобы он постоянно воздавал мне славу. Какой в этом кайф! Да он мне надается, через пять минут я разберу его. А вот если ко мне подбегает родное дитя, дочка или сынок, и я их не заставляю, они сами подбегают ко мне, обнимают и говорят, папа, спасибо тебе, спасибо тебе большое за все. Вот это я бы назвал настоящим счастьем, так и для Бога. Наша с вами благодарность за все, наше стремление к праведной жизни могут порадовать сердце нашего Небесного Отца, который уж точно не останется без ответа. Если воины хранят верность царю, ради того, что от него доставляется им пища, во сколько больше мы должны стараться, благодаря Богу, немолчными устами, не пристану угождать Ему, все создавшему для человека. Антоний Великий Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!